ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Рязанском медуниверситете оборудована операционная. Что это даст студентам-хирургам смотреть и в сегодняшнем эфире. Ценные находки. Археолог Михаил Третьяков рассказал об итогах работы экспедиции в Мещерский край. Держать планку высоко. Известные рязанские тренеры получили региональные награды. Ну а теперь обо всем подробнее. Согласно обновленным данным Рязаньстата, за последнюю неделю в Рязанской области отмечается незначительное снижение цен на социально значимые продукты питания. За период с 10 по 16 февраля в регионе подешевели свинина, мясо кур, сахар, морковь и подсолнечное масло. Незначительное повышение цен по ряду продовольственных товаров, таких как пшено, капуста белокочанная, лук репчатый, картофель и чай. Связаны они с сезонными факторами и с увеличением отпускных цен производителей и оптовых предприятий. Динамика потребительских цен, наблюдаемая в регионе, в основном отражает общероссийскую тенденцию. Вместе с тем, стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания, таких как мясо, рыба, хлеб, крупы, мука, сахар, соль, молочная и плодово-овощная продукция в Рязанской области ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Среди наиболее актуальных городских тем по-прежнему остается ситуация с вмененным доходом. Напомним, что в начале зимы городские власти озвучили решение многократно повысить для ряда предпринимателей ставку этого налога. Естественно, это вызвало недовольство бизнесменов. На нескольких общественных площадках обсуждался этот вопрос. И вот вчера глава городской администрации Олег Булеков заявил, что повышение вмененного дохода будет отложено на год. По ситуации, которая сложилась сейчас с этой инициативой чиновников из гороадминистрации, высказался председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Глава Рязани Андрей Кашаев прокомментировал предложение главы гороадминистрации Олега Булекова отложить решение об изменении коэффициента К2. По его словам, это решение было принято еще в прошлом году, до того, как в нашей стране изменились экономические условия. На наш взгляд, корректировка единого налога на обмененный доход является необходимой. Однако делать это нужно как в интересах налогоплательщиков, то есть предпринимателей, так и в интересах получателей, то есть той же самой социальной сферы. И на наш взгляд, необходимо посоветоваться в предпринимательских сообществах и Рязанской городской думе, и администрации города Рязани. Нужно еще раз тщательнейшим образом этот вопрос обсудить, рассмотреть в интересах экономики города Рязани и его жителей. Также Андрей Кашаев в беседе с журналистами затронул тему взаимодействия думы с рязанскими средствами массовой информации. Рязанская городская дума очень активно работает с прессой, с журналистами. Мы исходим прежде всего из регламента, согласно которому на заседание комитетов Рязанской городской думы приглашаются специалисты. Специалисты, которые могут оказать своей экспертной оценкой, своими знаниями, содействие в обсуждении вопросов, в информационном поле. Для того, чтобы принимались проекты тех решений, которые выносятся на городскую думу. Не вижу ничего страшного в этом, поскольку комитеты являются рабочим, совещательным органом. На комитетах проходят дискуссии, обсуждения и вырабатываются общие позиции. То, в чем общество заинтересовано, именно в открытом принятии решения на заседаниях Рязанской городской думы. Здесь у нас присутствуют журналисты, в онлайн-режиме проводятся наши заседания. Поэтому такая открытость, она, безусловно, является видимой, значимой для города Рязани. К другим темам. Рязанские полицейские по-прежнему выявляют подпольное казино. Как правило, они работают по вечерам и стараются не привлекать к себе повышенного внимания. Стражи порядка смогли попасть внутрь заведения, где вовсю шла азартная игра. Подпольное казино располагалось по адресу улицы Горького, дом 86. Вход в помещение, где проходили азартные игры, был закрыт для случайных посетителей и находился под видеонаблюдением. Попасть в клуб могли только постоянные игроки. Однако полицейские нашли способ обойти меры конспирации и пресекли незаконную азартную деятельность. К полуночи в казино уже находились 16 игроков. Среди постоянных посетителей заведения оказались рязанские коммерсанты и игроманы. Оперативники обнаружили и изъяли в помещении казино 10 колодкарт, 800 фишек, а также выручку, которая успела заработать в заведении буквально за два часа с момента открытия. Порядка 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что помещение, где располагалось подпольное казино, организатор азартных игр арендует у жителя областного центра. В настоящее время проводится проверка, после которой полицейские будут принято решение не только в отношении организатора подпольного казино, но и собственника помещения, который счел для себя возможным заключить договор аренды с правонарушителем. Кроме того, служебные проверки руководством регионального ОМВД назначены в отношении руководителей и сотрудников отдела полиции номер один по обслуживанию советского района города Рязани. В рамках служебного расследования будет установлено, какие действия или бездействия полицейских могли способствовать развитию незаконного игорного бизнеса. Накануне полицейским удалось задержать фальшивый манетчиком. Мужчина сбывал купюры номиналом в 5000 рублей. Дело происходило в Захаровском районе, и подробности задержания смотрите далее. В отделение полиции Захаровского района поступила жалоба от водителя такси. Мужчина сообщил, что один из его клиентов расплатился с ним фальшивой пятитысячной купюрой. А на место выехала оперативная группа, и бойцы ОМОН, подозреваемого, который находился в доме со своими знакомыми в деревне Попадьяно, задержали. Им оказался житель столицы, 1988 года рождения. У него полицейские обнаружили фальшивые купюры и огнестрельное оружие. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают происхождение фальшивых купюр и оружия. Мужчина задержан. Ведется расследование. К известиям более приятным. Сегодня в Рязанском медуниверситете открылась новая операционная. Она позволит теперь студентам-медикам гораздо быстрее получать те профессиональные навыки в хирургии, которые, безусловно, им пригодятся в работе. Помещение, где сейчас располагается новая операционная для студентов Рязанского медуниверситета, находилось в заброшенном состоянии более 20 лет. Сейчас оно оборудовано и, по словам преподавателей, выглядит максимально приближно к реальным условиям работы в настоящей операционной. Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин сообщил, что сейчас в ВУЗе начинается программа, в рамках которой будущие хирурги будут выполнять операции на биологическом материале, то есть на лабораторных животных. Внедряя этап Вэтлава, мы между машинами и практической работой в должности уже врачей устанавливаем работу на лабораторных животных. На животных с оказанием им помощи, квалифицированной, с применением высоких технологий, наркозных аппаратов, лапароскопических стоек, что у нас будет в нашем арсенале. Это поможет ребятам адаптироваться, понять, потому что работа с машиной и с живым организмом совершенно разный уровень ответственности, это разный уровень мотивации, психологической подготовки, психологическое понимание того, что ты делаешь в данный момент. Пока что в новой операционной практикуются ребята-медики, которым предстоит в апреле отстаивать честь Рязанского медуниверситета на финальном этапе Всероссийской хирургической олимпиады. Однако, как уверяет ректор ВУЗа Роман Калинин, уже вскоре операционная будет открыта для студентов нескольких профильных кафедр. Занятия в операционной уже вносятся в рабочие программы, в учебные планы, кафедр, который здесь базируется, такая сосудистая хирургия, оперативная хирургия, кафедра нормальной анатомии, там, где есть кружки. И также операционная будет открыта для других кафедр, которые будут желать приводить сюда свои кружковцы, так же, как и работает наш симуляционный центр. Лабораторные животные, на которых студенты будут отрабатывать практически оперативные навыки, содержатся в отдельном здании Вивария. Однако, кролики, собаки, коты и даже лягушки послужат еще и для экспериментальной научной деятельности. На подопытных зверушках специалисты будут проверять эффективность действий лекарств, производимых на предприятиях будущего фармацевтического кластера, неподалеку от областного центра. Проведение этих клинических исследований у нас здесь значительно снижает расходы тех же фармацевтических фирм по продвижению препарата, по его выведению на рынок, что, надеемся, снизит и цену этих лекарственных препаратов уже для потребителей. Если позволят современные экономические условия, то уже через пару лет в Рязанской области будут производиться современные и эффективные лекарства. Опыт других государств подсказывает, что реальные инновационные производства развиваются именно в тех местах, где неподалеку ведутся и передовые научные разработки. А соседство строящихся фармпредприятий и Рязанского медицинского университета позволяет считать, что будущее у фармацевтической науки на Рязанской земле безусловно есть. Сегодня честовали руководителя археологического клуба Вятича Михаила Третьякова. Он уже не первый год вместе со школьниками устраивает экспедиции по местам древних захоронений на территории Древней Мещеры. И периодически юным ученым сопутствует удача. Раскопки оказываются успешными. А совсем недавно Михаил Третьяков стал лауреатом 11-го всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ. Находки, благодаря которым руководитель археологического клуба Вятича Михаил Третьяков сумел стать лауреатом престижного всероссийского конкурса, были сделаны во время школьного археологического лагеря на территории Озерной Мещеры. Там на поселении ребята исследовали около 70 квадратных метров земли при глубине культурного слоя в 2 метра. И нашли три погребения эпохи раннего бронзового века. Что именно раскопали, пока остается в секрете и огласке не предается. Но многие артефакты, найденные на берегах озера Шагары, уже несколько лет назад нашли свое место на экспозициях в Государственном историческом музее рядом с находками европейского уровня. То есть, как они работали, как охотились, как навели рыбу, мы примерно знаем. То есть, это знали еще наши предшестники. Поймать какие-то вещи, может быть, от духовной культуры, от представлений о мире, о человеке, вот это уже сложно. Поэтому здесь знание идет буквально по крупицам, по чуть-чуть. Вот в 2003 году была интересная находка, найдена косточка от утки, от предплечья. Туда, как в шариковую ручку, вставлена острая медная шила. Что это, по-вашему? Шилпанье, самое же. Ну, шилу, да. Нет, шила у них была из кости, не надо было. Кстати, это предмет для татуировки. А, естественно. Понимаете, вот мы говорим, что они, в общем-то, могли наносить узоры на кожу. То есть, татуировка была. Это уже немножко, как бы, относится не к материальной культуре, понимаете, к духовной. Журналисты спрашивали и о так называемых черных археологах. Михаил Третьяков считает, что, конечно, ценность находки манит любителей легкой наживы. Он напомнил, что необходимо остановить разграбление памятников старины. Накануне свои заслуженные награды получили известные рязанские тренеры по различным видам боевых единоборств. Известно, что в областном центре эти спортивные направления весьма и весьма развиты. Поэтому и воспитанники борцовских спортшкол регулярно привозят медали со всероссийских, да и международных соревнований. 17 февраля в Рязанском дворце детского творчества прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Почетным гостем события стала министр молодежной политики, физкультуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Она отметила, что Рязанской области есть кем и чем гордиться в плане военно-патриотического воспитания молодежи высоких достижений наших спортсменов. Наградой за усердие министр наградила лучших тренеров по единоборствам. Одним из них стал Валерий Хабаров, директор спортивной школы Олимпийского резерва Антей. Единоборство Рязанской области, конечно, очень широко развивается, открывается школа не только в городе Рязани, но и в Рязанской области много школ открывается. Сами в частности занимаемся открытием спортивных школ. Но я думаю, в перспективе единоборство все-таки у нас в Рязани будет в лидирующих позициях. Специально ко дню защитника Отечества министерство подготовило книгу-фотоальбом «Спортивное единоборство. Рязанская область». В книге представлены результаты работы 10 федераций, 10 видов спорта. Это лучшие наши спортсмены, это их награды, это достижения, это тренерский состав. Была проведена достаточно большая работа. Все это делается для того, чтобы наши дети, те, кто занимаются в этих спортивных школах, знали свою историю, стремились к лучшим результатам. Мы надеемся, эта книга будет очень интересна нашей спортивной общественности и молодежи. В ней описаны разнообразные виды боевых искусств. Среди них джиу-джитсу, дзюдо, самбо, тэквондо и другие. А доступна она будет каждому. Книга-фотоальбом была торжественно вручена руководству региональных спортивных федераций и директорам спортшколы, активно развивающим единоборство. Это был завершающий наш сегодняшний выпуск новостей и видеоматериал. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет руководитель лагеря «Актива Пламенной» Александр Ширяев. И речь в беседе пойдет о проделанной работе по организации детского отдыха. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова